Приветствую вас, честно говоря, я не думаю, что, будучи услышанной, вам станет легче. Потому что, ну вот вы написали то, что вы написали, да, написали вы достаточно много, ну и что, по сути. Да, то есть, у вас здесь все очень переплетено, все нужно разбирать, ну вот. Я не думаю, что вам станет легче, а просто вас услышат. Я думаю, что, чтобы реально, действительно, что-то менять, нужно снизить уровень напряжения, в вашем сознании, уровень боли в вашей душе и сердце. Нужно понизить чувственную составляющую, именно понизить ее. И только тогда, в этом случае вы сможете, я думаю, в этом случае только вы сможете уже что-то конструктивно менять, что-то конструктивно корректировать, в том числе и свое поведение. Я не думаю, что это история про друзей, потому что друзья все-таки не могут поддержать, но друзья это все-таки друзья, да, это не люди, которые действительно могут заниматься тем, чтобы выслушивать вас. Вот, поэтому первое, что вам нужно сделать, это выразить всю свою боль. Вот, и уже потом, да, после того, как вы всю эту боль выразите, уже потом, после того, как она спадет, когда вы выкричите, выпущите, возможно, это все, да, уже вам будет легче что-то менять. Вот, я думаю, я думаю так. Возможно, у вас депрессия. То есть тут, конечно, тоже рекомендуется обратиться к врачу, да, то есть либо психиатру, либо клиническому психологу для того, чтобы, ну, чтобы вас освидетельствовали. Вот, и, возможно, назначили лечение медикаментозное, и в том числе и вот обязательно психотерапевтическим воздействием это нужно тоже сопровождать. Ну, вот. Я думаю, что так. Я думаю, что так. Потому что в целом, ну, вот то, что вы написали, да, как бы, если вам что-то говорить, да, то есть анализировать, мне кажется, вы сейчас к этому не восприимчивы будете. То есть нужно работать с вашими чувствами, с умением их выражать, нужно работать с личными границами, с разделением ответственности, с, скажем так, инвентаризацией ваших ресурсов. Вот, и так далее. То есть это вот с вашими ценностями, что действительно важно, что не важно для вас, что важно вам и так далее. Вот, понимаете, потому что, как бы, в остальном, да, в остальном, в остальном здесь, тут на самом деле вам особо не помочь. Вот, то есть вот пишите, да, что, вот вы описываете, значит, ваши вопросы, да, вот я читаю сейчас ваши вопросы, вот, и по сути у вас проблемы везде одна, да. То есть это депрессия, подавленность и так далее, плюс вы интересуетесь психологией, вот. Вот, вот, меня заинтересовал ваш вопрос, да, который вы задали 24-го, 09-го, 17-го, где вы пишете о том, что, значит, считаю легче или блага, где он рассказывает о различных направлениях психологии, и люди, которые внесли в нее вклад, известно, что у всех них плюс и минус, и несмотря на критику, все они успешно лечили пациентов, у них всех были разные методики. Как так? Вот для чего это вам, Камила? Зачем вам это? Для чего вам это? Вам не свои проблемы решат, а вы интересуетесь какими-то психологическими методами, интересуетесь про людей. То есть такое впечатление, что здесь вы отвлекаетесь, вам нужна личная терапия, понимаете? Вот. Ну и то, что вы пишете, да, депрессия, да, наверное, да, может быть у вас депрессия, но это нужно исследовать, вот. Это нужно изучать, это нужно, чтобы вас продиагностировали. Вот. Теперь я отвечу на ваши вопросы, которые вы задаете, да. Значит, мое отношение к миру слишком циничное, и хоть оно без меня оберегает от многих неприятных людей. Так ли это? Нет. 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 Не так. А, цинизм, он не оберегает, на самом деле, от людей. А, цинизм, он, а, начался, начался, ну, выстраивает, а, барьеры между людьми по сути. Но больше ничего. Цинизм это по сути ложь. Это постоянно ложь. Это отсутствие своих, как бы, чувств. Вот. Отсутствие своих эмоций. Это не выражение своих чувств и не выражение своих эмоций. Понимаете? Вот. Поэтому цинизм ни в коем случае вас ни от кого не защищает. Это иллюзия и миф. Вот. А, дальше. Значит, основная ваша проблема, основная проблема. Почему у вас происходит, а, на самом деле, как вы вот в одном из своих вопросов описали, спад и подъем. Это отсутствие доверия к себе. То есть, вы, а, вы себе не доверяете. Просто. Вы не доверяете своим чувствам. Вы не доверяете своим ощущениям. Вы не доверяете своим желаниям. желаниям вы не доверяете своим, ну, своим чувственным показателям. Вот. То есть вы постоянно, постоянно, вот пытаетесь этого избежать. То есть вы постоянно избегаете именно своих чувств, вы избегаете своих эмоций. То есть, если они у вас есть, да, ваши чувства, например, и эмоции, вот, то вы воспринимаете их как что-то, ну, что-то такое дурное, дурное, вот, вы воспринимаете их как что-то негативное, вот. То есть, вся ваша жизнь, это, как бы, научение, научение себе не доверять. Отсюда и завышенные ожидания, отсюда и предательство многократное со стороны других людей и так далее. То есть, всё это, это вот, это история именно про данный аспект. Это история именно вот про это. По сути. По факту. Ну, понимаете. И мне думается, что если вам начинать работу над собой, если вам, вот, ну, реально делать, значит, ну, делать, то есть, если вам заниматься собой, то начинать нужно именно с доверия, доверия своим чувствам. Вот. Это самое главное. Всё остальное, всё остальное, да, придёт, как бы, со временем. Всё остальное, это производное. Вот. Сперва люди доверяют своим чувствам. Вот. Себе. Точнее. Бальше, так, значит, ну, тут, да, значит, я искал ответный вопрос, как помочь людям, по сути вы искали ответный вопрос, как помочь себе, потому что ни один человек не может помочь другому, если он не помогает себе. И нельзя помогать, соответственно, другим людям. Если вы не помогли себе. Ага. Значит, эмм. Так. Как мне быть? Я устал учиться, мне, и работать, мне нельзя было учиться. Брать, работать, сразу же деньги, но при этом мои силы на исходе, не знаю, как быть. Я полагаю, что перестать играть в игру дано, и перестать, эмм, играть в игру тупик. Вот. Который вы сейчас играете. Именно эти психо-психологические игры. Эмм. Вы сейчас реализовываете. Понимаете? То есть, в жизни, в жизни, нет такого, чтобы, эээ, человек получал всё. Да? То есть, если, допустим, у вас есть, ээ, проблемы со посредством, если, ну, если у вас трудности с, эээ, деньгами. Допустим. Вот. То вам нужно работать. Вам, вам нужно работать. Вам нельзя учиться. И всё. Вы работаете, вы зарабатываете деньги, вы, там, формируете, грубо говоря, допустим, эээ, свою, ну, допустим, допустим, да, семью. Вот. Вы, там, копите деньги, там, ну, со временем, да, вот, эээ, процесс работы. И потом начинаете потихоньку обучение. Понимаете, в жизни не бывает так, чтобы человек получил всё. Чем-то придётся жертвовать. Что-то приходится выбирать. Что-то приходится отдавать. Что-то приходится, эээ, значит, из чего-то приходится выбирать. Вот. Вы же такое впечатление, что не из чего выбирать, да, не хотите. У вас нет, вот, такого, что, эээ, я, там, допустим, выберу что-то. Вот. Поэтому вы сами себя загоняйте, загоняйте в тупик, в тупик. Это то же самое, да, как если бы я поставил вопрос, как мне, эээ, быть психологом, одновременно быть музыкантом, в то же время, эээ, я не знаю, там, в то же время, эээ, читать все любимые книги и в то же время, там, это, ведь я не могу ничего этого сделать. Выбор. Мы не делаем выбор. А выбор, выбор. Выбор происходит из, эээ, ценностей. Знаете? То есть, человек, человек, эээ, принимает решение, принимает решение, исходя из своих ценностей. Вот. А вот ценностей, получается, нет. Ваших, раз вы не можете, эээ, сделать выбор. Вот. Но здесь еще один аспект. Ориентиры. Как быть гармоничным человеком? Чтобы, эээ, во-первых, разобраться в своих желаниях, во-вторых, эээ, свое желание привести в сервисе со своими возможностями, со своими средствами. И адекватные цели поставления. То есть, чтобы, чтобы вы, эээ, четко понимали, какие цели вы ставите, к чему, для чего вы идете. Ну, вот. А, значит, как обрести в душе покой? Ну, то же самое. Как верить, но не быть ослепленной верой. Эээ, границ. Границы. Четкое понимание вреда и пользы себе. Вот. А я не сказал бы, да, что ваша вера, вот вы говорите, что верите в Бога, да, то есть вы верите в Бога, и это, значит, для того, чтобы, чтобы там что-то просить, да, это не вера. То есть, верующий, как бы верить в человек, да, он не будет просить в Бога что-то, он будет благодарить Бога. И благодаря Бога, ээ, человек будет получать от Бога помощь. Ну, если человек верующий, конечно. Вот. А этот человек только бросить в Бога, да. Ну, тут, как бы, аспект такой. Ну, вот. А, эээ, не менее важная история, на мой взгляд, выключается, эээ, также ещё и в том, что вы, эээ, наше, пишете о том, что вас очень много не устраивает, не устраивает. Понимаете? Я думаю, что вы, эээ, пытались, ну, многие вещи поменять, да, изменить, но у вас ничего не получилось. Эээ, совершенно очевидно, да, что, если, эээ, вы долгое время, эээ, пытаетесь что-то сделать, и у вас не получается, то пытаетесь сделать это неправильно. Ну, очевидно, да. Вот. Вот. Может быть, у вас хорошая цель, может быть, у вас правильная цель, но действие вы выбираете неверное. Вот. И чтобы понять, что именно вы делаете не так, ну, необходимо проводить анализ. Камила. Вот. Эээ, поэтому ваши вопросы, которые вы задаёте, да, вот, вот эти вопросы, как обрести покой, как стать гармоничным человеком, эти вопросы, они, это запрос, понимаете, запрос, я хочу быть гармоничным человеком, это запрос, это запрос, как минимум на несколько лет работы, понимаете, ну, на год точно, на год точно. Вот. При самом лучшем раскладе, при самом лучшем раскладе полгода, это полгода регулярная работа, понимаете, вот. Это никак не, вот, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И если вы ориентируетесь на это, на то, чтобы, грубо говоря, быть богатым, то ни о какой гармонии речи быть не может, потому что гармоничный человек, богатым быть не стремится, гармоничный человек, он просто реализует свои желания, доступные ему способом, то есть я чего-то хочу, хочу, допустим, да, я чего-то хочу, я смотрю, какие у меня возможности, что мне нравится, и исходя из этого, я это реализую, и все, я не пытаюсь прыгнуть выше своей головы, например, да, вот тот самый здесь, тот самый здесь, если мы говорим о гармоничности, то путь гармонии лежит именно через это, помимо всего того, о чём я сказал до, ну до этого, вот, понимаете? Ну так вы же отдаёте себе, наверное, отсчёт в том, что этому нужно учиться, вот, что этому именно нужно учиться, что это не приходит так просто, особенно если у вас семья там, да-да-да, семья, ну, скажем так, неблагополучно, да, ну вот, освобождение обид от обид на родителей, это ещё один очень важный момент, да, то есть освобождение от обид вообще на всех, на кого бы то ни было, то есть, знаете, обида это что такое, это ожидание, это ожидание, это завышенные ожидания от людей, и, понимаете, вы можете обижаться на, допустим, водителя такси, да, который, грубо говоря, должен вас хорошо отвезти с точки А в точку Б, такое, а он этого не сделал, вы имеете право на него обижаться, вот. Но согласитесь, что в таком случае ваша обида, скорее всего, будет иметь какое-то выражение, какой-то эквивалент, вот, это один момент. И совсем другой момент, когда, например, ваш, допустим, ваши родители, ваш папа, например, он, вот, только потому что он ваш отец, по вашему мнению, там, он должен чему-то соответствовать или что-то ещё, или люди, которые только потому что они стали, ну не знаю, там, например, только потому что они ваши друзья, да, они должны там вести себя как-то определенным образом, это, это вот является ключевой, но распространённой ошибкой. То есть ваш отец и все люди, это люди с такими же слабостными, с такими же страхами, с такими же проблемами, как примерно у вас, вот. и как только вы перестанете считать, что у кого-то из людей таких проблем, грубо говоря, как у вас нет или есть, но другие, вот, я думаю, что вам сразу станет легче. Ну, это как бы, в общем, да, понятно, что по факту, да, нужно разбирать, нужно разбирать все эти обиды и освободаться от них. То есть там есть разные виды обид, есть по-разному, разная фиксация обид, да, то есть, ну, как человек фиксирует ту или иную обиду, вот. Поэтому тут, опять же, единого результата нет, единого способа волшебного ключа для решения проблемы нет. Вот. То, что вы чувствительны, сверхчувствительны на все острые реагируете, это связано, опять же, с отсутствием личных границ с одной стороны, со сверхмотивированностью, а с другой стороны, вот, то есть со сверхмотивацией делать что-либо, то есть, ну, ну, завышенное количество мотивации, да, то есть завышенное количество значения того или иного действия для вас. Вот. И с тем, что свои чувства вы, грубо говоря, выражаете им деструктивно. То есть, если человек, например, как вы, да, свои эмоции прячет, да, вы говорите, что вы недоверчивая, там, и т.д. и т.п., то естественно будет чувствительным, потому что эмоции есть, чувства есть, но как им хочется, как им хочется, да, вы их не выражаете. И естественно, что вы будете чувствительнее, потому что сами чувства-то они, как бы, все равно будут, ага, можно сначала, ну, будут иметь место быть, просто вы их игнорируете. Вот. Поэтому это работа с интеллектом. Это работа с эмоциональным интеллектом. Вот. Вашим. Опять же. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Понимаю, что этого очень мало, но тем не менее. Тем не менее, тем не менее. Вот. Я думаю, что если у вас будет желание, если у вас есть действительно, действительно потребность и решительность для того, чтобы что-то менять, то пора уже что-то менять, да. То есть вы почти год, даже больше года задаете просто вопросы. Вот. Вы даже не брали ни одной консультации платной, насколько я помню, насколько я видел вам. Вот. Ну, это так не работает, как я делаю. Вот. То есть нужна регулярная работа. Нужна регулярная работа. Нужна терапия. Вот. Возможно, нужно лечение. Возможно. Вот. Так что занимайтесь сплотно и занимайтесь здоровьем. А на работу и учебе толку не будет, если вы будете больны. Не важно физически, психологически. Не важно. Не будет толку. Никакого. Просто для себя это постарайтесь понять. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду растонуть. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Ну,aciца. Все дороже.